Совершать покупки через интернет и оплачивать счета, заказывать и приобретать билеты, находить друзей или деловых партнеров, работать и учиться. Все это можно сделать буквально одним кликом компьютерной мыши. Сегодня сложно найти человека, который не знал бы о том, что такое сеть интернет и какие преимущества она дает активному пользователю. Развитие информационных технологий, с одной стороны, благо, наша жизнь с ними становится более комфортной и качественной. Но, как и у любой медали, у этой тоже есть обратная сторона. А потому не меньшую тревогу сотрудников милиции вызывает и рост в сфере киберпреступлений. До 2023 года более чем в два раза возросло число лиц, пострадавших от мошенничеств, большинство которых совершено в сети интернет. Наиболее распространенное на данный момент – это приобретение мошенничества при приобретении различных товаров в сети Инстаграм. Это пусть небольшой ущерб такими действиями причиняется, но с точки зрения количественного показателя на данный момент выходит именно на лидирующие позиции, если можно так сказать. Потому что наши граждане сейчас очень активно приобретают различные товары именно в сети Интернет. И в Инстаграме для этого созданы платформы. Соответственно, конечно же, злоумышленники для этого выставляют очень выгодные условия, на что и попадают наши добропорядочные граждане. И те люди, которые хотят приобрести товары за очень выгодную цену, они, к сожалению, попадаются именно на эти уловки. Ну и еще, конечно же, большой процент составляют по-прежнему, к сожалению, те мошеннические действия, которые связаны со звонками от имени службы безопасности банка или службы правоохранительных органов. За истекший период 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 на 1 треть увеличилось количество мошенничеств. С 629 до 863. Из них установлены лица, совершившие мошеннические действия в отношении граждан по 163 уголовным делам. Такая информация была озвучена на брифинге, который прошел в УВД Брестского облсполкома. В текущем году на территории Брестчины наметилась характерная для республики тенденция увеличения числа зарегистрированных киберпреступлений. Всего за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 1664 преступления данной категории, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с тем, что данный вид преступности носит трансграничный характер и совершается, как правило, группой лиц, проживающих за пределами Республики Беларусь, то раскрыт подобного рода преступления по горячим следам крайне сложно. Следует учесть, что абсолютное большинство, это около 80%, зарегистрированных преступлений составляют хищение путем модификации компьютерной информации, совершенных без использования терминальных устройств. То есть, как бы, используются методики вишинга и фишинга. Хищение денежных средств, совершенных с использованием терминальных устройств, также имеют место быть. Это те преступления, когда граждане наши теряют свои банковские карточки, либо их у них похищают. Такого рода преступления, как правило, в течение месяца раскрываются, а лица их совершившие привлекаются к установленной законной ответственности. Сбор денег на лечение пострадавших в ДТП, оформление кредитов, покупка в интернете того или иного продукта. Список заманчивых услуг огромен. И каждый думает, обмануть мошенники могут кого угодно, но только не его. К сожалению, так это не работает. Мы делали рептимологический анализ, согласно которому, ну, вообще, в целом пострадало в этом, ну, в зависейший период этого года порядка полутора тысяч человек на Павлейской области. И если проанализировать, то основной сегмент, вот, среди этой цифры, это лица от 20 до 50 лет. То есть, это молодой и средний возраст. В силу чего они попадают? В силу того, что они наиболее активно используют именно интернет. То есть, они пользуются активным интернетом, соответственно, они попадают в зону повышенного риска стать жертвой таких преступных деяний. Для того, чтобы не стать жертвой киберпреступления, прежде всего, необходимо не терять бдительность. Мы разобрали весь алгоритм действий. Он, на самом деле, достаточно простой о том, как не стать жертвой киберпреступления. Я бы хотела обратить внимание о том, что, в первую очередь, если вам звонят с незнакомых номеров в мессенджерах, пожалуйста, не берите трубки. Либо, если вы все-таки начали этот диалог, уточните все обстоятельства, положите трубку и перезвоните. Перезвоните в милицию, перезвоните в банк и еще раз перепроверьте информацию. Я бы хотела, чтобы тема киберпреступлений была на слуху, потому что, так или иначе, она действительно актуальна. Необходимо говорить, разговаривать со своими пожилыми, одиноко проживающими родственниками о том, что звонят мошенники, то, что представляются представителями банка, о том, что, не дай бог, они сообщают, что их дети попали в дорожно-транспортные происшествия. Все, пожалуйста, переуточняйте.